Я сегодня был в больнице, навещал детей, которые вчера пострадали в дорожно-транспортном происшествии. У меня кровь кипит. Такими словами, градоначальник открыл экстренное совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Сразу после этих слов он адресовал собравшимся несколько вопросов. Что мы все здесь делаем, если на наших дорогах гибнут дети? Почему мы не обеспечиваем нормальную работу пассажирского транспорта? Почему не обеспечиваем транспорт по подвозу школьников? Почему у нас не работают светофоры? Почему на наших тротуарах стоят киоски, закрывающие обзор? Представил собравшимся в зале Аким Шымкента и печальную статистику с начала года в результате 321 ДТП. На дорогах Шымкента погибли 12 детей. Следующее заявление, мягко говоря, удивило собравшихся. За что поплатился должностью руководителя отдела, если в ДТП, произошедшем по улице Аргенбекова, когда погибли двое детей, дорогу они переходили по пешеходному переходу в сопровождении своей мамы. Сутками ранее на том же пешеходном переходе был сбит 9-летний ребенок. В другом ДТП, которое произошло 19 мая, 7 детей и 2 женщины стояли на автобусной остановке, когда на них налетела автомашина марки Audi 100. Озвучивая главную причину всех ДТП, которые произошли в областном центре, Аким Шымкента выбирать выражение не стал. Я считаю, есть две причины дорожно-транспортных происшествий. Первая – культура вождения. Некоторые наши водители ездят так, словно никого, кроме них, на дороге просто нет. Сегодня, когда я возвращался из больницы, перед нами на высокой скорости ехала Тойота Камри. Ее не сумели остановить полицейские. Пока он там собирался броситься в погоню, машина и след простыл. Я сказал своему водителю ехать за ним. Мы его догнали у ворот его дома. Он там спрятался. Но он точно понес наказание. Сейчас в отношении него принимаются меры. Досталось и руководителю отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ведь вторая причина всех ДТП, имевших место в Шымкенте – качество дорог. Если в центре города они неплохие, чуть дальше – ужасные. А тротуары и вовсе нет. Поэтому объявить строгий выговор руководителю отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог к Куаджану Жуматаеву. Строгий выговор руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства Нурлану Бектурсынову. Кроме того, градоначальник дал поручение отделу пассажирского транспорта потребовать с пассажироперевозчиков соблюдение договорных обязательств. Водители автобусов, как на Формуле-1 гоняют, устраивают гонки на дорогах. Подводя итоги совещания, Аким Шымкента дал несколько распоряжений, в числе которых обязательное оказание материальной и моральной поддержки семьям пострадавших в ДТП, которое произошло 19 мая в районе птицефабрики.